Всем привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов. Автор Макивары Камертон Шилова и Макивары МБШ. Однажды я уже рассказывал в одном из видео по поводу того, что мои Макивары антивандальные, они стоят на улицах везде, никаких проблем в любое время года, в любое время суток. Ни дождь, ни слякоть, ни туман, ни какие-нибудь осадки, ни замораживания, размораживания не страшны. Вот конкретно данная Макивара стоит на улице скоро уже как без малого 10 лет. Никаких проблем. До этого она стояла в спортивном зале. Сейчас зима, реально холодно, мороз, минус 11. И спокойно можно заниматься на Макиваре на улице. Бить ее ногами, руками, в обуви, хоть в керзачах. Вот вам реальные доказательства. Макивару я не убираю. Я показывал вам то видео, что будет с Макиварой летом. Вот я показываю теперь вам, как это выглядит зимой. У меня во дворе постоянно закреплены две Макивары. Одна Макивара Камертон-Шилова и одна Макивара МБШ. Сейчас я ее тоже покажу. Я ежедневно или очень часто, если не каждый день, то через день занимаюсь на этих Макиварах на улице. И никаких проблем совершенно нет. Да, цвет у нее стал другой. Со временем я покрыл ее просто пенотексом. Пенотексом, потому что она просто потемнела от времени. Но ни осадки, ничего ей не страшны. Реально она работает, ничего с ней не станется. Поэтому те, кто приобретает Макивары Камертон и МБШ, если вы будете работать под навесом, под крышей дома, она сохранит эстетический вид, она вечная. Но даже если вы будете работать на улице, никаких проблем. Вы снаряд покупаете один раз и на всю жизнь практически. Вот так вот можно говорить. Конечно, при совсем каких-то немыслимых способах эксплуатации, я даже не могу представить, никаких, наверное, ее можно повредить. Если кувалой, например, по ней бить или что-то еще. Она расколется, отбить у нее кусок от угла. Может быть и можно. Но ни погодные условия, ни обычная, типичная работа руками и ногами в Макиваре не повредят. Ничего с ней не случится. А теперь давайте посмотрим на Макивару Камбоша. Вот такая погода сейчас. Все занесло. Расчищена моя площадка. Вот Макивара МБШ. Вот она. Она закреплена. Тоже никаких проблем нет. Можно спокойно по ней работать. Что, соответственно, я и делаю. И сегодня вы увидите в конце этого ролика фрагмент моей обычной зимней тренировки на Макиваре. Я расскажу вам некоторые моменты еще по поводу того, какие перчатки надевать, что надевать, как работать. То есть, вот как подготовить руки к работе на Макиваре зимой. Потому что есть особенности. Смотрим дальше. О том, как размять руки перед работой на Макиваре и как правильно подготовить их, у меня есть несколько видео на моем канале на Ютубе, в разделе Макивара, в плейлисте Макивара. Обязательно посмотрите. И вам все будет абсолютно понятно. Также есть у меня видео и о том, какие правильно подобрать снарядные перчатки при работе на Макиваре, почему поддеваются под них обычные хлопчатобумажные перчатки. Все это вы сможете узнать, если посмотрите эти видео зимой. Это тем более актуально, потому что, вы сами понимаете, мороз, кожа, капилляры в коже замерзнут тут же. И вы просто разрушите мелкие сосуды, если будете работать голыми руками во время сильного мороза по твердой пятности Макивара, несмотря даже на то, что на ней есть мягкая резиновая накладка. Поэтому все техники, как набивки, так и постановочные техники, делаются только в шингардах. Если кто-то считает, что набивочная работа в шингардах невозможна, это неправда. Она делается абсолютно точно так же. На самом деле, работа по абсолютно жесткой Макиваре, равно как, например, и по стене, больше всего подходит для закалки непосредственно кожи и поверхностных слоев ударной поверхности. Глубокая набивка и глубокое укрепление связочно-сумочного аппарата и костей производится при глубокой работе на Макиваре. А глубокая работа на Макиваре, но без пробивания до конца, то есть без того положения, когда боек ударяется в отбойник, служит для того, чтобы проработать вот именно глубокие структуры ударного звена. То есть не пробиваем до конца, бьем чуть-чуть, пробиваем на 2-3 см, и ровно на такую же глубину происходит проработка ударных поверхностей. Думаю, что вас интересует, а почему я работаю на Макиваре в тренинг Маск? На самом деле я по этому поводу записал видео, которое вы тоже можете посмотреть на моем канале на Ютубе, оно прямо рядышком находится, записано оно буквально в этот же день, немножко раньше, зимой, очень хорошо тренироваться в тренинг Маск по целому ряду причин. Обязательно посмотрите, вам будет интересно. Это важно и с точки зрения здоровья, и с точки зрения дополнительных нагрузок, и еще много-много положительных всяких бонусов и плюсов. Придите и посмотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова